Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня о перинатальной психологии, о самых важных вопросах, которые касаются беременности и дородовой подготовки. У нас в гостях Ольга Хохлова, врач-психотерапевт областного клинического перинатального центра. Здравствуйте. Скажите, на каких сроках беременности к вам обращаются женщины и как вы с ними работаете? К нам обращаются женщины на этапе планирования беременности. Обращаются женщины беременные с самого начала беременности. И женщины где-то приходят... Вообще вот в обязательную программу входят две консультации. То есть женщина может индивидуально приходить такое количество раз, которое ей необходимо. Но в обязательном порядке женщина приходит дважды. То есть при постановке на учет, где-то 12 это недель, и где-то около 30 недель беременности, когда уже она хочет решить вопрос о дородовой подготовке. Вы занимаетесь женщинами с высокой долей риска. Какие вопросы они чаще всего вам задают и что вы на них отвечаете? К нам все-таки чаще всего обращаются женщины, которые входят в группу высокого риска. И это женщины, у которых уровень беспокойств выше. Он вообще, скажем так, присущ беременным женщинам. Но этих женщин он выше, и они задают много вопросов, потому что все-таки чаще всего эти женщины прошли довольно-таки долгий путь до наступления беременности. У кого-то был период бесплодия, у некоторых женщин беременность наступила после процедуры ИКО. И в основном они задают много вопросов относительно того, как им успокоиться, то есть снизить вот это напряжение. Потому что иногда бывает, что сон нарушается, аппетит снижается. Ну, скажем так, токсикоз возникает тогда, когда уже не должен он быть. И женщины такие задают много вопросов, даже приходят, допустим, от врача-гинеколога, где-то не осмели задать вопросы непосредственно о кушаре-гинеколога, задают вопросы врачу-психотерапевту, чтобы он им разъяснил, по поводу чего стоит беспокоиться, по поводу чего беспокоиться не стоит. Сейчас у нас очень много различных исследований. В общем-то, нагрузка на женщину довольно-таки большая. То есть к врачам женщины обращаются много. И это порой, конечно, это очень помогает, но и беспокоиться от этого становится больше. А есть какие-то упражнения, которыми можно себя успокоить? Или что-то себе сказать, как аутотренинг? Нас смотрят беременные женщины, наверняка кому-то это пригодится. Ну, вы знаете, самое лучшее, что может делать беременная женщина, это, скажем так, думать про своего ребенка, то, что ее состояние – это его мир. То есть ребенок живет внутри мамы, и он воспринимает мир так, как воспринимает его мама. И ни для кого не секрет, что этот период жизни, мы тоже доказали исследования, и вообще это давно известно, что этот период жизни, он очень важный. На этапе, скажем так, на перинатальном этапе много формируется структур важных, и что касается структур физических, и структур психических, и потом на дальнейшую жизнь, формирующиеся личности, это очень сильно влияет. И когда мама думает про своего малыша, верит в свою беременность, то, что она будет развиваться, то, что у нее будут благополучные роды, это очень помогает, потому что иногда бывает беспокойство связано с тем, что женщина вроде бы думает про малыша, а на самом деле думает про себя. То есть, когда внимание переключается в нужном, правильном направлении, то женщина ощущает ресурс, потому что главное дать женщине ресурс. Давайте поговорим о дородовой подготовке, что она собой представляет и какие аспекты включает. Дородовая подготовка, как правило, вот как у нас это, по крайней мере, проходит, она начинается где-то, ну где-то в сроке беременности с 28, где-то около 30 недель, в это время уже женщина уходит в декретный отпуск, у нее уже время появляется. И, ну, так как внимание беременной женщины, оно такое, скажем так, узконаправленное, вот, им сложно лишнюю какую-то информацию, скажем так, получать. И сейчас этой информации много, с одной стороны, хорошо, что вот в интернете все можно посмотреть, но там можно найти много лишнего и не найти вообще нужного. И у женщин, я вообще не рекомендую беременным женщинам в интернете что-то искать, если они, по крайней мере, не знают, где это найти конкретно. Вот, но на курсах дородовой подготовки информация дается в том объеме, в котором это необходимо. И что происходит, что является самой главной задачей, это, как я уже говорила, снизить уровень беспокойства женщины до оптимального. То есть определенное беспокойство – это нормально, потому что это новый период жизни и для самой женщины, и для семьи. И, приходя на такие курсы, женщины, во-первых, там такие же беременные, как она, то есть и групповая поддержка происходит, девочки потом могут, ну, общаются между собой, друг друга поддерживают, получают информацию из достоверных источников и в нужном объеме. И, конечно же, получает ресурс, то есть уверенность в себе, получает информацию касательно того, что она лично должна делать, знает свои задачи и задачи врача. То есть как она должна помогать, в общем-то, родам проходить. Скажите, а приходят только женщины или супружеские пары? Вот у нас, к сожалению, опыт прихода супружеских пар пока ограничился только одной супружеской парой. Хотя в дальнейшем мы очень надеемся, что мужчины тоже будут приходить, потому что для них тоже много полезной информации. Даже я вот рекомендую, даже достаточно, может быть, прийти им на какое-то одно занятие, которое будет им нужно, полезно. Вот, поэтому мы будем как-то развиваться в этом направлении, я надеюсь. Что касается самопомощи и, может быть, вопросов отдыхания, можете вы привести пример, вот как помочь себе, да, в какой-то критической, может быть, ситуации, и как правильно подышать. Ну, это мы про роды непосредственно, да, говорим сейчас. Ну, дыхание уделяется много внимания, и иногда даже женщины приходят, у них задача научить и дышать, как правильно. То есть самое главное. И много различных существует техник, каких-то вариантов, но мы даем самое-самое простое, элементарное. Дыхание зависит от того, какая задача. То есть если это первый период родов, чаще всего женщины испытывают определенное беспокойство, связанное именно с этим периодом, то есть боятся каких-то неприятных ощущений. То есть эти неприятные ощущения помогают снизить такое дыхание, и это расслабляющее. То есть мы вдыхаем через нос, как будто нюхаем розу, я всем говорю, и выдыхаем потихонечку, как будто на свечу дуем нежно. И это дыхание, вот оно помогает именно в первом периоде. Ну дальше уже второй период, там уже другое дыхание, и о нем уже могут женщины услышать от непосредственно акушеров-гинекологов, которые будут рядом. Мы тоже об этом говорим. Ну вот это вот то. К вам приходят пары, которые планируют в будущем ЭКО, а как вы с ними работаете? Эти пары заслуживают особенного внимания. Они приходят, то есть приходят и мужчины, и женщины. Они отдельно могут приходить все-таки потом вместе, если в этом есть необходимость. Чаще всего эти пары, у них был очень тяжелый опыт, и у некоторых даже, в общем-то, какое-то отчаяние определенное наступает, что вот такие сложности уже кажутся им непреодолимыми. К тому же бывает так, что не одна попытка ЭКО, то что несколько попыток. И уже, допустим, задача здесь врача помочь именно тоже раскрыть ресурс, какие-то проработать моменты беспокойств, напряжения. Очень важно, когда в таких семейных парах есть взаимопонимание, и важна поддержка со стороны мужа, потому что мужчины, как правило, думают, что они оказывают эту поддержку, а женщины, как существа, более эмоциональные, им этой поддержки всегда мало. Хочется еще что-то получить и услышать от своего мужа. И всегда радует, когда потом эти уже пары возвращаются уже беременны и с хорошим результатом. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова